Вновь наступил цветущий, мирный, победоносный май, когда мы вспоминаем подвиг наших дедов и прадедов. Забыть, какой ценой досталась победа в далеких сороковых, невозможно. Патриотический проект главы Одинцовского округа Андрея Иванова в течение года проходит в муниципалитете. Не так давно к нему присоединились и соседние округа. Символы эстафеты «Салют Победе» передаются из поселения в поселение, а в школах и детских садах проходят тематические мероприятия. Все этапы эстафеты посвящаются городам-героям и связанным с ними эпизодами Великой Отечественной войны. Седьмой этап эстафеты «Салют Победе» прокатился по Одинцовскому городскому округу. И мы отправляемся на завершающий этап в город-герой, город-ключ, город-щит Москвы, страж западных рубежей нашей родины – Смоленск. Расположение Смоленска навсегда предопределило его судьбу. Веками этот город первым принимал на себя удары врагов. Польские оккупанты, Наполеон, Великая Отечественная война. Каждый раз жители этого небольшого городка на Днепре сражались до последней капли крови за свою землю. 25 июня 1941 года приняли главный удар фашистов. Из 170 тысяч человек населения в живых осталось около 20. Рядушком с нами есть замечательный город-герой Смоленск. Это щит. Щит, который защищал нашу родину и столицу нашей родины – Москву. И поэтому мы сегодня у вас хотим с вами поделить нашу радость, радость в эти дни победоносного мая, пожелать вам, чтобы мы дружили вместе с вами. Такое соседство – предмет большой гордости, говорят члены делегации патриотической эстафеты. Минута молчания, корзины гвоздик, слова благодарности воинам-смолянам от всех жителей Одинцовского округа. У стен городского музея вместе посадили березу – дерево Победы, символ жизни и мира. Ура! Я искренне выражаю благодарность всем вам за ту работу, которую вы проводите по патриотическому воспитанию молодежи. Ведь дети должны знать, что самая главная ценность на земле – это человеческая жизнь. И человек счастлив тогда, когда над головой мирное небо. Поэтому мы с вами должны проводить эту работу более активно, чтобы наши дети эстафету «Салют Победы» несли своим детям, передавали будущим поколениям. Звание города-героя Смоленск обрел в мае 1985-го. Два года и три месяца этот город был охвачен огнем войны. По плану Барбаросса Гитлер рассчитывал захватить его за семь дней. Только за первый день фашисты сбросили на Смоленск более двух тысяч бомб, уничтожив его почти полностью. Древняя Смоленская стена безмолвно хранит память тех страшных лет. От каждого камня здесь мужеством веет, простором Великой Руси. И если ты хочешь быть духом сильнее, побудь у Смоленской стены. Эта стена для смолян особенная. Она видела три войны. Выстояла, когда город был полностью уничтожен. Под огнем артиллерии мирные жители рыли окопы, перевязывали раненых. Своими телами закрывали подходы к центру. Противостояние длилось две недели. Отступать было некуда. Фашисты жестоко отомстили за сопротивление смолян. Только на территории города было создано 15 лагерей. Здесь раньше был один из самых крупных. В нем погибло более 45 тысяч человек. Сотни тысяч жителей были расстреляны, повешены, сожжены, замучены в лагерях. Наша землячка Галина Баланчук во время войны была ребенком. На себе испытала ужасы лагерей. Я была за колючей проволокой в концлагере при Балтике. Нас везли на уничтожение. Там был такой случай. У маленькой девочки умерла мама. И она очень сильно плакала. Немец схватил, подвел ее к какому-то камню или куда. И взял топор и отрубил девочке все пальцы. В общем, издевались точно так же. Значит, только бутылку воды и сколько-то грамм забыло. Или 120, или 170 грамм хлеба на день. Люди помирали, не успевали хоронить по 300 человек в день. Смоленск был взят, но не покорен. Активизировалось подполье. Жители стали собираться в партизанские отряды. Окупация города длилась 26 месяцев и 10 дней. Все мосты через Днепр были взорваны. Вода в реке стала кроваво-красной. Вспоминали старожилы. За этой стеной находятся рвы. В них покоятся более 30 тысяч мирных жителей. Теперь память о них и покой хранит этот монумент. Скорбящая мать. Только на территории Смоленска найдено более 100 массовых захоронений. И собраны с них земли сложен курган бессмертия. Мемориал памяти без вести пропавшим. Из этих мест ушел на фронт и не вернулся дед Ольги Кобецкой. Слава Богу, что сейчас вернулось назад то, что было в моем детстве. Гордость и умение гордиться своей родиной и своим народом. А если человек в состоянии гордиться своим народом, значит он может что-то изменить, что-то улучшить и что-то сделать хорошее. Тема Великой Отечественной войны для театра «Крылья» на первом месте. Ни один праздник или патриотическое мероприятие не проходит без их постановок. В память о великом подвиге смолян артисты подготовили большой концерт. Подарок всем жителям. Красное знамя Победы Водрузили на здании гостиницы «Смоленск» 25 сентября 1943 года. Дорогой ценой заплатили жители города за освобождение. Но именно их город значительно отсрочил продвижение врага к сердцу нашей родины – Москве. Миллионы людей вообще погибло наших, отдавая свою жизнь за свободу, за нашу родину, за нас. Поэтому это очень важно. И важно выстоять, важно пропагандировать вот эту идею защитника Родины, преданности своей стране. И чтобы каждый школьник, каждый ребенок знал историю и продолжалась она вечно. Пока эстафета «Салют Победы» продолжается, подвиг защитников Отечества не будет забыт. Мемориальные мероприятия организуются на благотворительные средства и по инициативе людей, которые сегодня в составе делегации округа приехали в Смоленск. Я настолько счастлива в мои 83 и еще вот так участвовать. Мы тут и пели, и плясали. А самое главное, столько было информации, именно наша история. В этом году, к сожалению, у нас не было акции «Бессмертный полк». И вот в этой поездке мы почувствовали себя в составе «Бессмертного полка». Мы почувствовали вот это единство. Разные национальности, разные люди, разные профессии, разные интересы у людей. Мы сплотились воедино, как когда-то наши отцы, наверное, сплотились. И выиграли великую победу. Защитники Отечества спасли прекрасный город Смоленск и его многовековую историю. Сегодня он такой цветущий и красивый. Здесь, на Смоленской земле, у ограды Свирской церкви, похоронена наша землячка. Защитница Смоленска. Гвардии старшина Любовь Новоселова. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова